Повысит авторитет нашей Москвы, ну и в общем создаст определенные предпосылки для нашей России. Если я правильно понял, Игорь Николаевич, прошу прощения, что перебиваю, речь идет о том, что праздник основания Москвы, 850-летие основания Москвы, имеет не только столичный, не только городской масштаб, и не только даже республиканский, но и международный статус. Совершенно верно. И я думаю, что в этом есть определенное признание роли Москвы, роли российского государства в том большом аспекте дел, который решается и выполняется Москвой, как столицей нашего российского государства. И больше должен сказать, что все те страны, к которым обратился мэр города Юрий Михайлович Лужков, о том, чтобы принять участие в нашей подготовке к юбилею, ответили очень серьезным и таким заинтересованным ответом, ответом, в котором содержалось, да, мы с вами вместе и мы хотим участвовать. И должен вам сказать, что указ президента, о котором я выше сказал, российской федерации, теперь уже нового президента, он отмечает, как необходимые условия, участие всех субъектов федерации, всех субъектов нашей России в этом праздновании, в подготовке этого празднования. И это, я думаю, очень существенный момент. Скажите, каким образом вам удается организовывать работу по подготовке этого празднования? Вот минуло уже сколько времени с создания вашего управления, с 1994 года? Ну, я думаю, что скоро мы отметим двухлетний юбилей создания управления. Но управление, оно же является структурой четко, с определенными задачами. Положение нашего управления определяет нашу координирующую роль. Но главный-то вопрос, как работают и что добиваются все департаменты, комитеты, правительства, все эти структуры, которые задействованы в юбилейной программе. И вот здесь я должен вам сказать, что сегодняшнее рассмотрение на правительстве Москвы, где заслушивался ход подготовки к юбилею, очень четко нам показалось, что мы во многих случаях недорабатываем. Некоторые вопросы, решая самостоятельно и решая их несколько калуарно, мы не выходим на общий уровень тех задач, которые ставит правительство Москвы и мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков. Да, Игорь Николаевич, я так пользовался слухом, досталось от мэра управления на сегодняшнем заседании. У вас хорошие слухи, но мне они не очень приятны, но во всяком случае должен вам сказать, что, наверное, справедливой была критика. И критика была очень острая, очень острая, потому что в этой критике содержалось главное, интерес к тому, чтобы все то, что мы делаем по подготовке к Москве, к юбилею Москвы, стало действительно конкретным воплощением в жизнь. Осуществлено. Осуществлено. И Юрий Михайлович в этом отношении, как человек, очень точно нацеленный на дело, нас серьезно сегодня покритиковал и покритиковал справедливо. Я уже после правительства понял, что надо очень многое менять в том, как работать, как заниматься этим делом и как включать работу другие департаменты и комитеты. И, в общем, если честно, сегодня критика Юрия Михайловича может нам очень серьезно помочь в практической работе. Потому что действительно сегодня на финишной прямой, а мы считаем сентябрь, сентябрь, сентябрь 96-го, сентябрь 97-го года, этой финишной прямой подготовки к непосредственным юбилейным торжествам 5-го, 6-го, 7-го сентября 97-го года, той финишной прямой, где каждый департамент, каждый комитет должен внести свою лепту. И при этом я должен сказать, правильное сегодня было замечание Юрия Михайловича, каждый должен отчитаться за свою работу. Потому что программ огромное количество, планы тоже огромные, очень многое не решается, целый ряд вопросов просто оказываются нерешенными, потому что к ним не привлечено внимание, в том числе и по вопросам подготовки к юбилею объектов федеральной собственности. Мы же не получаем денег от российского правительства в том, в общем, достаточно скромном объеме, даже достаточно скромном объеме, который заложен в последнее правительственное постановление. Не получаем. Юрий Николаевич, да, я чувствую вас за живое задела та острая критика, которой мэр подверг сегодня заседание правительства работы управления. И все же за управлением уже числятся и своеобразные достижения, с которыми не лишне было бы познакомить наших телезрителей. Мы ведь назвали, как вы знаете, наши марафоны, тоже приуроченные к основанию Москвы, Москва 850, Московское время 850. Я предлагаю и вам, и нашим телезрителям познакомиться с новым старым центром, с новой старой Москвой. Те, кто хоть раз бывал в Кремле, помнят тот особый душевный подъем, волнение и гордость. Красота древней Москвы неповторима. Но и в самом Кремле было многое утрачено, разрушено, и уже не один год здесь ведутся восстановительные и реставрационные работы. Вот таким обновленным в гармонии цвета и линий, светящийся весь в лучах солнца, предстал перед нами шедевр мировой архитектуры – здание Сената. Оно было построено в царствовании Екатерины II по проекту великого русского архитектора Матвея Казакова. Впервые в истории России здание Сената становится резиденцией президента страны. Все вот работы в Кремле, они активизировались в последнее время. То есть, в общем-то, это происходит по инициативе Бориса Николаевича Ельцина, нашего президента, который дал указание привести, в общем, Кремль в нормальное, так сказать, состояние, которого он достойный. Уже начались работы по воссозданию двух уникальных по красоте парадных орденских залов Большого Кремлевского дворца. Зала Андрея Первозванного и Александра Невского. Они были полностью уничтожены в 30-е годы, и на их месте возник зал заседания Верховного Совета СССР со знаменитой скульптурой Ленина. Воссоздание этих залов станет огромным событием. И Бог в помощь тем, кто возвращает нам эту красоту. Это должно все жить, функционировать. Поэтому это очень все важно и интересно. И действительно, вы правильно сказали, что такого времени в судьбе архитекторов еще не было. Субтитры создавал DimaTorzok Останавливается одна из главных святынь русского народа – Храм Христа Спасителя. Сейчас вы видите основание храма – 14-метровая двухэтажная, так называемая стелобатная часть. В ней разместятся галереи трапезных, кабинеты покоя патриарха, зал заседания Священного Синода, зимний сад, духовные академии, библиотеки, внушительный зал церковных соборов и множество других технических помещений. Центральное пространство стелобата – Храм Преображения Господня. Поднимаемся на 100-метровую высоту, и дух захватывает от увиденного. Работают здесь более трех тысяч строителей. Мы как-то об этом не говорим, что очень многие заводы, на которых размещены заказы, связанные с Храмом Христа Спасителя, они приобрели, в них влилась жизнь. И люди работают, люди получают зарплату, и если бы не было этих заказов, думаю, что просто этим людям нечего было бы делать. Сейчас объявлен конкурс на воссоздание внутренних росписей Храма Христа Спасителя. В настоящий момент заявки подал 36 бригад артелей художников, причем очень известных людей, значит, очень хороших художников, которые должны до 1 августа выполнить конкурсный фрагмент. Комиссия по художественному бранству, наблюдательный совет и патриархия смогут, академии художеств, смогут выбрать наиболее достойных художников российских, которые распишут этот храм. Чтобы все могли почувствовать дыхание романтики многовековой нашей столицы, услышать призвоны ее глав, здесь предусмотрена смотровая площадка. Знаменитая московская достопримечательность, Воскресенские ворота и Иверская часовня. С главной святыней Москвы так называли Иверскую икону Божьей Матери. Маленькая часовенка была центром притяжения сотен тысяч богомольцев, жаждущих утешения, надежды, веры. В часовне звездное приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, а он за той дверцей, куда народ вовит, там Иверское сердце червонно горит. Восстанавливаются разрушенные святыни, символы духовности, чистоты веры русского народа. Храм иконы Казанской Божьей Матери, построенный князем Дмитрием Пожарским в память освобождения Москвы от интервентов. Меня не пугает от своего новодела. Лишь бы это было сделано грамотно, правильно, доказано, и тогда это будет настоящее воссоздание, а не новодела. Более десяти лет восстанавливалась жемчужина архитектурной Москвы. Белые палаты на Пречистинке. Редкий образец белокаменных жилых палат 17 века. Сегодня этот уютный дом соединил в себе и музей, и деловой центр. Именно в этих залах московское правительство встречается с деятелями культуры, деловыми кругами столицы. Центр ежегодно проводит конкурс на лучшую реконструкцию, реставрацию памятников, архитектуры и других объектов. Такой конкурс, он как бы стал естественным продолжением политики правительства. Потому что, ну вы сами видите, когда ездите по Москве, и все это видят. Какое количество памятников реставрируется, сколько домов стоит на реконструкции. И, конечно, Москва преображается. К 850-летию она приобретет определенный свой облик. Может быть, это будет даже немножечко новый облик Москвы. Немножечко отличающийся от того старого облика, к которому мы привыкли. Да, тем-то град наш дивен, что он из собственных составился красот. И как удивительным образом они сочетаются, дополняют друг друга. Москва преображается. Наполняется новой жизнью, которая длится на этих холмах скоро уж 850 лет. Игорь Николаевич, ну что же, из тех текущих дел к празднованию, которыми управлением могло бы погордиться, какие вы можете отметить, какие назвать москвичам, в каких, может быть, в недалекой перспективе можно было бы поучаствовать? Я должен сказать, что вот сюжет, который только что телезрители увидели, он действительно очень точно отражает желание и большую заботу московского правительства о реконструкции и реставрации объектов истории и культуры. Я должен сказать, что Москва же всегда была и отличалась своеобразием архитектуры. Причем архитектура это не та, которая привносилась с запада, а именно наша, русская архитектура. И вот сегодня главной задачей, которую ставит правительство Москвы, а мы эту задачу стараемся четко выполнять, реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, которые очень четко отражают те исторические страницы в истории Москвы, которые определяются 850-летием. Вот сегодня шел разговор о том, что очень много и плодотворно работаем мы над тем, чтобы восстановить памятники истории и культуры. Да, это так. И как же заинтересованный москвич, гость столицы, может отметить, что многое сделано за последнее время, чтобы Москва действительно обрела какой-то свой колорит, свое лицо. Но я должен сказать и критическое замечание, и сегодня это отмечалось, кстати, на правительстве Москвы, что выполнение этого плана пока еще требует очень серьезного усиления. Он выполняется пока по итогам 96-го года, мы сегодня подвели итоги первого квартала, сейчас будем подводить итоги второго квартала 1996-го года. Он выполняется на 20%. Вы можете спросить, почему? Я вам отвечу. Очень серьезная проблема финансирования. У нас есть очень серьезные вопросы, связанные с финансированием объектов, которые принадлежат к федеральной собственности. И я об этом говорил, и могу еще раз повторить. То есть одной Москве не вытянуть просто? Не вытянуть, конечно, не вытянуть. И поэтому призываем на помощь инвесторов. Это один из замечательных возможностей сегодняшнего дня, когда инвесторы приходят в Москву, и на условиях взаимности, они тоже заинтересованы в этом деле, и причем серьезно заинтересованы, берутся за реконструкцию и реставрацию объектов. Причем должен отметить деталь, которую должны все знать. Правительство Москвы решило определенные льготы предоставить тем инвесторам, которые... В первую очередь по доле той, которая будет выделена инвесторам по тому или другому объекту недвижимости. Ну, раньше было, как мы говорим, 50-50, 50 на 50 процентов. А сегодня, кто берется реконструкцию, провести здание к празднованию нашему и выполнить эту задачу, этот процент становится 70% долей инвесторов и 30% долей Москвы. На это пошло правительство Москвы. И это очень серьезное и большое решение, которое должно нам очень серьезно привлечь инвестиции в наш город. И, конечно, вот реконструкция исторических памятников без инвесторов по целому ряду позиций просто невозможно. А уникальных памятников, уникальных объектов реконструкции, где им как бы нет никакой доли? Ну, я вам скажу, я сразу назову такой объект. И вам он всем понятен, и всем телезрителям он очень понятен и близок. Это Кремль. Музей Московского Кремля. Ну, да, не пассивишься. Ну, а что сегодня происходит? Сегодня происходит следующее. У нас музеи Московского Кремля все поставлены на реконструкцию. Ну, в первую очередь, на реставрацию фасадов. Не просто побелка и помазка, а реконструкция и реставрация фасадов музеев Московского Кремля. Тут и соборы, даже включая замечательный памятник архитектуры колокольню Ивана Великого. Сегодня же мы не можем продолжать там работы, потому что денег от федерального бюджета мы на это не получаем. И вот сегодня, на правительстве говоря об этом, Юрий Михайлович Лужков очень остро поставил вопрос. Нужно открытое письмо опубликовать уважаемому Виктору Степановичу Черномырдину с тем, чтобы в конце концов даже то постановление, которое есть, реализовалось. Хотя я уже вам сказал, и телезрители это, видимо, слышали, что и те решения, которые приняты правительством, далеко не решают все проблемы, которые мы ставим. Игорь Николаевич, у нас с вами сегодня так интересно роль распределились. Вы постоянно говорите о болевых точках, которые приходится решать управлению, о проблемах, которые перед ним возникают, об остроте той критики, которая выпала на вашу долю, особенно на сегодняшнем заседании правительства. А мы как бы сглаживая остроту проблемы, постоянно показываем то, чего все-таки удалось достигнуть, несмотря на все те трудности, о которых вы так эмоционально сегодня рассказываете. Предлагаю и вашему вниманию, и вниманию наших телезрителей, еще один сюжет «Нова Москва стариной». Там действительно есть, что посмотреть по реконструкции уникальных просто объектов нашей столицы. Разнообразной и живой Москва пленяет пестротой, писал поэт. Воссоздать особую атмосферу московской жизни, ее патриархального уклада непросто, но особенно интересно. Район Замоскворечья, связи у его тихих переулков необыкновенно преображается. И во всей сказочной красоте, как будто и не было этих долгих десяти лет, к нам возвратилась любимая Третьяковка. У каждого из нас в этих залах своя беседа, свои воспоминания. Шестьдесят залов охватывают всю историю русского искусства. После реконструкции галереи входят в пятерку самых оснащенных в техническом отношении музеев мира. А как преобразился весь район, Третьяковка дала импульс развитию всей Якиманки. Восстановление духовной среды города. Как важны в этой работе талант и профессионализм архитекторов, строителей. Вот, например, как точно они почувствовали и передали дух старейшего театра страны, малого театра. Я должен сказать искренне, искренне сказать, что основной виновник, прежде всего, это Борис Николаевич Ельцин. Да, потому что он был инициатором, когда мы обратились к нему по поводу состояния нашего основного здания и вот этого здания, он был инициатором подписания указа с тем, что мы должны начать, так сказать, заботиться о нашем малом театре. Конечно, конечно, наше московское правительство во главе с Юрием Михайловичем Лужковым. Он везде успевает бывать. Да, да, да. И очень приятно, так сказать, надо пользоваться случаем. Поздравляем всем, что он лучшим мэром стал, что совершенно нам кажется справедливым. А может быть мы болели, потому что он наш мэр. Но он действительно очень много делал и делает, и в частности, вот его, как говорится, заботами, его беспокойством, его вниманием здесь очень много сделано. Но особенно нам приятно, что Юрий Михайлович стал крестным отцом искусства. У Москвы особенная стать. Да, так исторически складывался наш город, вбирая образность разных стилей. Насколько удачно новая архитектура, характер возникающего ансамбля. Грандиозный архитектурный комплекс, российский культурный центр с поразительной быстротой сооружается на стрелке у Краснохомского моста. Я представляю здесь деятелей культуры. Эта идея действительно родилась в нашей среде, создать такой центр. У страны нет сейчас денег на создание новых концертных залов, огромных зданий, театров, художественных галерей. А учитывая, так сказать, новые рыночные отношения, мы смогли построить всю схему работы таким образом, что вот первая очередь нам дала деньги для строительства второй, вторая очередь даст нам деньги для строительства огромного дворца искусств, драматического театра, художественных галерей и много-много всего, что будет здесь, на этой территории. Такой маленький городочек. Ждет своего завершения реконструкции на Мясницкой здании Всероссийской академии живописи вояльного изотчества под руководством Ильи Сергеевича Глазунова. Прекрасные классы, залы, мастерские. Во всем здесь чувствуется дух подвижничества, полный самоотдача в искусстве и огромное уважение к нашей истории, традициям высокого реализма. Здесь воспитываются те, кто должен, говоря словами Врубеля, будить современников величавыми образами духа. Чуть больше года понадобилось строителям, чтобы в Георгиевском переулке появился необыкновенно современный, прекрасный выставочный зал, малый манеж. Хоть он и малый, но по оснащению, осветительной аппаратуре, инженерному оборудованию один из лучших в Европе. А само здание – памятник архитектуры. Построено оно было в конце 19 века для первой в городе электростанции. Теперь оно по-настоящему засветилось во всей красе. Но, пожалуй, такого интересного архитектурного и художественного решения главного входа в любимый всеми зоопарк никто и не ожидал. Я уж не говорю об обновлении всей территории зоопарка, но просто не узнать, ведь можем, умеем и талантов нам не занимать. Сегодня мы затронули лишь несколько образов Москвы, лишь прикоснулись к самым звонким ее нотам. Походите по Москве и создайте свой образ этого уникального по разнообразию и красоте древнего города. Ну что ж, Игорь Николаевич, вы не рассчитываете, что вам сегодня удастся покинуть нашу студию, не познакомив москвичей с тем планом мероприятий, которые намечены управлением к празднованию 850-летия Москвы? Познакомьте. Ну, во-первых, я должен обратиться к тому сюжету, который сейчас показали. Это изумительно. Все то, что показано, потому что действительно все то, что создано и что создается для москвичей, это действительно замечательные подарки к юбилею Москвы. Но я должен вам сказать, программа значительно шире отражает все те потребности, возможности, которыми мы располагаем для того, чтобы решить эту проблему. Но я вам только могу рассказать о том, что целый ряд объектов, которые совершенно уникальными являются, должны быть подготовлены к празднованию. Я коснусь исторических объектов. Объектов, которые вошли в нашу историю и живут, и радуют москвичей уже на протяжении многих столетий. Я хочу сказать о музее Коломенском. Там есть замечательный энтузиаст, руководитель Колесникова Людмила Петровна. Ей большой поклон за то, что она делает. Посетите этот музей и посмотрите, как этот музей-усадьба принимает москвичей и как она готовится к 850-летию. И своими программами, и практическими делами, связанными с реконструкцией, реставрацией этого музея. И к большому сожалению, мы сегодня должны сказать, что замечательный памятник архитектуры, храм, воскресение Господня сегодня, еще пока не реставрируется, не реконструируется. Ну почему? Да потому что этот объект, внесенный в список объектов ЮНЕСКО, как величайшее достижение и достояние русской культуры, он не имеет финансирования. Мы, конечно, найдем финансовые возможности. И Людмила Петровна вместе с нами этим занимается. Но все-таки нам хотелось бы, чтобы к этому было привлечено внимание и русских людей, и коммерческих структур, и других людей, которые хотят серьезно помочь России и Москве для того, чтобы встретить достойный свой юбилей. Я хочу сказать о музее Станкина. Это же известнейший и красивейший музей и в детстве, и в зрелом возрасте. Я всегда бывал в этом музее и радовался тому, что может сделать русский человек. Как он велик своей душой, красотой своей поэзии. Ну, об одном сказать, о театре Шереметьевском в этом дворце. Это целая история и страница в нашей культуре. Мы хотим этот музей сделать достоянием 850-летия. И сделаем его. Но, к сожалению, сегодня средства на его реконструкцию. Я приземляю эту тему, к сожалению. Хотя она высокая тема. Приземляю ее, потому что денег на реконструкцию, а он включен в объекты федерального значения. Нет же! Вообще, вторая часть вашего выступления, о каком бы объекте вы ни говорили, все время начинается со слов «к сожалению». Вот так вот и получается. С одной стороны, действительно радостно, что это возрождается, что есть такие возможности. И, к сожалению, как вторая часть, возникают те трудности, которые пока удается преодолевать. Но с каждым разом все труднее и труднее. Но это естественно, Валерий Ильич, потому что времени-то остается совсем мало. И сегодня Юрий Михайлович на правительстве очень четко определил, что времени-то осталось финишная и прямая в сентябрь-завтра 96-го года, а сентябрь 97-го года послезавтра. И нет же разбежки никакой. И если мы сегодня не примем меры, и в том числе наше управление, которое подверглось очень серьезной критике сегодня, если мы не примем меры, мы окажемся действительно в таком положении, когда ну просто неудобно будет нашу Москву показать. Поэтому мы надеемся, что и спонсоры, и настоящие патриоты российской земли внимательно отнесутся к тем проблемам, которые Москва сегодня решает, и сделают свой вклад. Ну и конечно надеемся на правительство Российской Федерации, на Виктора Степановича Черномырдина. Ну уж если принято постановление, его же надо выполнять. Игорь Николаевич, у меня есть к вам встречное предложение. Вот Юрий Михайлович Лужков, и в этом не секрет даже, и не тайна, а просто одна из причин его необыкновенной популярности, справедливой, кстати говоря, со стороны москвичей, в том, что он практически два раза в месяц без перерыва общается действительно лицом к лицу с москвичами. Поскольку проблемы, стоящие перед вашим управлением, действительно очень остры, очень важны, и мы уже говорили об этом не только городского, не только республиканского, но и международного значения, мы предлагаем вам вот со стороны московской телекомпании сделать встречи с людьми, которые принимают участие к подготовке празднования 850-летия регулярными. Там эти проблемы можно ставить, можно их резко обнажать, можно искать пути их решения. Вот такое как бы публичное обещание я хотел бы от вас сегодня получить. И это был бы наш вклад, вклад московского телевидения в подготовку празднования 850-летия Москвы. Я благодарю вас. Это прекрасное предложение. И мы его уже давно вынашиваем. У нас рубрики появились на многих телевизионных каналах, но МНТК – это близкое нам телевидение. Это телевидение москвичей, и телевидение, которое должно дать импульс всем тем процессам, которые сегодня идут. Я, например, считаю, что ваше предложение не только принимается, но принимается с полным и серьезной поддержкой. Я, например, буду участником любой передачи. Но хорошо бы, что вы пришли конкретные руководители сюда и рассказали о своих. 15 отраслевых программ в Москве существует. Каждая префектура имеет свой план комплексный. Есть комплексные проекты конструкции. Замечательно. Вы начали следующую тему нашей встречи. А чтобы вам спалось хорошо, я чувствую, критика действительно вас очень серьезно взбороздила сегодня на правительстве Москвы, я предлагаю вам посмотреть на некоторое будущее. Будущее все-таки внушающее известный оптимизм. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, но до следующего четверга. А пока в эфире новые градостроительные объекты Москвы. Спасибо. Москва 21 века. Какой она будет? Об этом мы говорили на градостроительной выставке с главным архитектором Москвы и его коллегами. Все они говорили о том, что пожалуют такого времени по творческой самоотдаче, возможности участвовать в изменении к лучшему облика столицы и даже увидеть реализацию своих проектов у архитекторов не было давно. И участвовать в этой грандиозной программе великое счастье. Москва восстанавливает присущий ей облик, индивидуальность и красоту. Кремль и другие памятники архитектуры всегда были предметом особой заботы на отдельные средства, чтобы воссоздать, реконструировать огромные массы старой застройки. Сегодня появилась возможность привлечь инвесторов в лице коммерческих предприятий, банков, которые дали возможность буквально возродить, видоизменить многие районы Москвы, например, Замоскворечья. Когда был центр русской купеческой торговли, сегодня прочно освоенный бомжами и другими подозрительными личностями. Постепенно, буквально метр за метром, район приобретает вполне цивилизованный вид. Старый гостиный двор – великолепное творение Кваренда. Отреставрированный он станет одним из крупнейших торговых и культурных центров столицы. Магазины, бары, кафе, музыкальные салоны, выставочные залы – все это будет прикрыто огромным прозрачным куполом. Так что первый бал будет дан как раз в честь славной даты – 850-летия Москвы. Оделся в леса и наш главный театр страны – Большой. Рядом полным ходом идет строительство филиала Большого театра с залом на тысячи мест. Вот так будет выглядеть архитектурно завершенный ансамбль театральной площади. Совершенно изменится облик Манежной площади. Сейчас вы видите ее наземную часть – фонтаны, парки, мосты. Смотрите и удивляйтесь. Разработаны варианты реконструкции нового Арбата. Весь автомобильный поток предполагается пустить под землю, в туннель, сверху создать парк, пешеходную зону и существенно реконструировать весь торговый ряд этого проспекта. А на этом макете представлен проект реконструкции и создания парка искусств на Крымской набережной. Практически все зоны центральной исторической части Москвы должны иметь завершенный архитектурный облик. Ансамбль Арбатской площади, театральный. Интересная архитектурная концепция развития Китая города и большого района Якиманки. О, сколько нам открытий чудных веков.